Дорогие друзья, всем большой привет! Доброго утра! Поджариваю сейчас хлеб. Покажу вам, что у меня сегодня на завтрак. Погоду, ну как всегда, начинаем влог. Повесила вчера вот такие занавесочки на кухне. Видите? На улице у нас сегодня с утра шел дождь. Ну, такая приятная прохлада, влажность с улицы. Деревья зеленые, а тополя как распустились. Вот так у нас сейчас. Ну, а тут у меня кофе. Будет сейчас закипать. Будет закипать. Смотрю. Перемешать. Говорят, надо, чтобы шапочка была. Но, наверное, сейчас уже шапочки не будет. И хочу выпить черный кофе. Вчера, кстати, черный кофе пила. Ну, ничего так. Правда, я пила с этим, с тортиком. А как надо пить кофе? Кто его знает, да? Я вообще люблю кофе капучино. Оно же с молоком, в том числе, со сливками. Мне больше нравится. А уж как полезно, как вредно. Это все, наверное, вредно, если постоянно одно и то же, одно и то же. И в таких больших количествах. Когда все в меру, то, наверное, и не совсем вредно. Ну, я кофе пью вот один раз только утром. Редко у меня уже вот что-то захочется. Кофе с мороженым там, например. Я еще могу выпить кофе. Оно так закипает. Да, все. Пенка уже не поднимется. Потому что я его перемешала. Так, чай сегодня зеленый с жасмином заварила. Вот так. Такой кофе будет. Черный, не сладкий. Черный, не сладкий. И сделаю. Поджарила в тостере. Такие булочки. Ну, вот этот рожочек я его напополам. И вот с этой вот икрой. В общем, завтрак у меня сегодня такой будет сытный. Я вот в прошлый раз только бутербродик съела и все. А тут у меня получилась каша. Рисовая каша. Вот хлопья рисовые с изюмом. И что-то многовато. Неужели это я все съем? Ну, наверное, съем. Мне приятного аппетита и всем, кто за столом. Кстати, вчера в пятерке купила вот такую вот воду. Минеральную из синтуки. Видите, в какой бутылке интересной. Раньше были другие. И на вкус вот я почувствовала, она отличается. Обычно она как вот, знаете, сода в воде разведенная. Да? Ну, что там, не знаю, намешали. А это мне понравилась, такая приятная вода. Здесь вот на бутылке прям тут есть синтуки. Не знаю. А сколько она стоит? Там вот была цена и 69, и 79. Какая? Ну, бутылка такая она, по-моему, как-то меньше, что ли. Не посмотрела я объем. Мне кажется, она поменьше. В общем, водичка понравилась мне. Мужа купила в больницу и себе, конечно. Как птичка распивает. Вчера ставила эту решетку на окно и сшибла. Здесь висел термометр. Сшибла его, не заметила. Он и так на одной висел уже этой. Там же две пластиковые вот эти вот штучки, держатели. Ну, и совсем его сбила. И теперь не знаю, сколько там градусов на улице. Но сегодня как-то это, наверное, прохладненько. Ветерок. Окно закрыть. Сейчас пойду куда-нибудь схожу в магазин. Фикс прайс надо зайти. Туалетные бумаги купить. Еще что-нибудь там посмотреть. Да вообще прогуляюсь, наверное, до дальнего фикс прайса. Просто ради прогулки пройдусь. И может быть, да, может даже в хозяйственный зайти и посмотреть этот термометр. У нас уже тюльпанчики начинают распускаться. В общем, я пошла на прогулку и в магазин. Цисы. Как хорошо, когда зелень появляется. Вон котейка черный. В прогулку вышел. Ну, я наделаю ветровку, потому что вдруг дождь будет. А так на улице очень хорошо тепло. Даже солнце проглядывает. Приятная такая погода. Вот здесь какие тюльпаны красивые. Сейчас зайду сначала в хозяюшку. Вот тут нарциссы цветут. Посмотрю, там этот термометр. А потом фикс прайс. Может быть, там есть. Ну, сейчас не знаю. А ты вот старый, так он правильно показывал. Сейчас многие жалуются, что врут эти термометры. Но все равно как-то увереннее уже на улицу выходишь, когда знаешь, какая температура все-таки на улице показывает этот. Именно на твоем окне. Вот сколько зелени уже. Это деревьев сколько у нас спилили. Ну, там в следующем доме этот хозяюшка у нас в магазине. Здесь вот в этом дворе такие красивые ивы. Еле посажены. А сколько там нарциссов. Вот эти вот ивы. Они сейчас цветут. Потом просто зеленые такие ветки. Склоняются вообще красивые дерева. Ива. Болокучие. Здесь так у нас палисадничек облагородили. Ну, и вот магазин хозяюшка. У меня зашла фокус посудная. Они в том зале, видимо, термометры. Смотрю, такие эти кувшинчики симпатичные. Керамические. Бел-худушь, керамика. Канюшки с кошками. Много здесь посуды. Вот формы такие красивые. Блюда для пленов. Вот торты. Вот эти меня всегда привлекают. С лавандой красиво смотрятся. Для Пасхи здесь. Вот формочки для куличей. Вот Пасху. Зайцы. Такие вот. Для украшения яйца сюда, например, положить. Такая вот формочка. Для кулича и для яиц. 52 рубля стоит пластиковая. Ну вот я здесь на фикс-прайсе. И далее. Пасхи. Ну все то же самое, конечно. Крабоску включили. Все такие розочки интересные. Маленькие. Угу, 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 угу. Есть вот такой свеча гномик. Многогодная садбородная. Такая вот, смотрите, свеча. Зайцы Пасхарные. Здесь еще есть вот эти вот человечки, фигурки. В нашем уже всех разобрали. Девочка. Прям, наверное, я не удержусь. Мне хоть тут, молодец, написали, что я удержалась и не купила. Но вот от этого пацана я просто без ума. Такой, такая прелесть. Валяется нога на ногу. И вот эти вот мальчик с лопаточкой. Девочка. Девочка еще вот такая же есть. Сидит просто. Так вот. Перемешивайте. Вот такие вот фигурки. Что-то падает. Смотрите, фигурка котик. Вот такой лохматый. Еще вот такая вот фигурка. Такие еще остались с зайцами. Зайчик с сердечком. Мишки. Ну что, дорогие друзья, пошел дождь. Детки в садике гуляют под дождем. Ну хорошо, у меня есть капюшон, у меня нет зонта. Конечно, все сейчас. Дождь не дал мне погулять подольше. Иду домой. Все, пришла домой вся сырая. Вообще пошел такой сильный, сильный дождь. Мелкий-мелкий. Ой, на улице так хорошо, тепло. Прям вообще классно. Если бы я была с зонтом, я бы прям погуляла под дождем. Ну, с капюшоном, конечно. Все тут течет с тебя. Не очень-то приятно. Жаль, что зонт не взяла. Погодка такая вообще прям. И прогулка под дождем мне даже очень нравится. Но с зонтом. Вот. И душно в то же время. А то купала. Все, раздеваюсь. Сейчас покажу, что я купила. В общем, вот, девочки, все. Ой, вся намокла. Чуть мне эта самая стакан. Вот-то крошку не уронила. Вся намокла. Куртка, по-моему, даже вот так вот до подкладки промокла. Но сама нет, сама не промокла. Но такая сырая. Я уже повесила на балкон. На вешалку. И на балкон. Ну, собственно говоря, что я купила в Фикс Прайс? Я больше никуда не заходила. А, ну, заходила в хозяюшку. Я вам там кое-что показала. Так, не стала уже там снимать. Купила этот термометр. Но, думаю, не на кухонное окно повесить. Потому что он взяла... Ну, там несколько видов было. Я взяла такой квадратненький. Крепится к стеклу. Ну, я думаю, благополучно он отвалится от этого стекла. И, наверное, прикреплю к балконному окну. Там, где сетка. В случае, если упадет, то уже эта сетка помешает. Ну, купила еще диски. Это я их положу в дорогу. Мне, кстати, вот эти, именно эти диски, прям очень нравятся. Они не расслаиваются такие. Ну, хорошие качества. Кстати, вчера решила... Вчера или позавчера? Позавчера, наверное. Ну, какая разница, да? Мицеллярную воду я же на Валбере заказала, да? Которую не требует смывания. Там, с женьшеньем и ромашкой. Но, вот, не пользовалась, да? Уже давным-давно этим средством. Пользуюсь я пенкой. Пенка мне очень нравится для умывания. Никаких тебе дисков не надо. Это по лицу поводил, да? По глазам умылся. И все. Все замечательно. Ну, я, конечно, в дорогу хотела взять. Ну, возьму, конечно. Мало ли, мало ли. Вдруг воды не будет, да? Умыться же надо как-то. Ну, да, вот как-то. Я еду. Я стараюсь все взять с собой. Мне пишут. И там все есть. Ну, конечно, все есть. Ну, когда ты приезжаешь в чужое место, да? И хочется, чтобы все у тебя было под рукой. Чтобы, ах, вот не бежать куда-то в магазин. Да? Вот. Поэтому я как-то беру все с собой. Такая уж у меня привычка. Ну, я не говорю, что вот прям вот все. Конечно, что терпит, может, естественно, пойдем куда-то в магазины и купим. Если что-то не хватит или чего-то не достает. Вот такие диски, в общем. Купила, положу их вместе со всеми средствами, которые я уже покупала косметически. Вот. Туалетную бумагу. Тоже надо так вот. Ну, это я, конечно, домой купила. С собой все равно тоже нужно взять. Вот. Это в фикс прайсе я купила. Ну, и совсем я не молодец. На этот раз я все-таки купила вот этого замечательного мальчика. Ну, не могла я пройти мимо. И девочки там были хороши. Так, мальчик с девочкой, например. Но вот этот прям вот не могу. Мне так нравится, когда он лежит нога на ногу так. Красота. Красота. И нравится вот именно лавандовый цвет. Ну, вот лаванда. Конечно, да, вот это букетики. Ну, уже букетик, естественно, не буду. Потому что этих букетиков у меня полно. Вот. Конечно, если бы подходило мне там под интерьер как-то это, то я бы купила. Ну, у меня нет такого лавандового цвета, чтобы вот прям что-то у меня не достает, да. А так вообще вот можно такое, да. И посуда есть. Вот там на стол поставить такие вот баночки с лавандой. И вот эти вот штучки. Прям очень нравится. Нравится. Ну, вот не прошла мимо этого мальчика. Ну, 179 рублей. Ну, что тут. Не вот уже какое-то. Те цветочки-то 300 рублей стоят. Вот. Ну, у меня вот здесь как фиалки стоят тоже вот искусственные на кухонном окне. Это еще мамины. Наверху там стоят тоже на весном шкафу. Тоже эти. Ну, листочки такие. Похожи на натуральные. Вот. Ну, стоят, помыл, их поставил снова. Не поливать, не ухаживать не надо. И для интерьера очень даже красиво. Ну, вот эту не знаю, куда поставлю. Может, рядом с теми на кухне. Ну, а может быть, может быть, туда в комнату. Ну, у меня в комнате окно же, ну, как тюль висит, не видно. На эту ставить, на свою этажерку тоже как-то. Там у меня все предостаточно. Наверное, на кухне оставлю. В общем, посмотрим. А может, куда-нибудь. Может, куда-нибудь на полочку здесь поставлю. В общем, посмотрим. В общем, купила. Ну, не могла пройти мимо. Долго я держалась. Ну, вот. Увидела и купила. Ну, и вот такой вот термометр. Надо почитать, как его тут приклеивать. Вот приклеивать вот на эти штучки к стеклу. Вряд ли он будет держаться, мне кажется. Ну, хотя вот я заказала, кстати, на Валберес двухстороннюю вот эту вот липучку такую прозрачную. У нас вот в туалете этот светильник постоянно отваливается. Там вот верхняя часть надо прикрепить. И если не будет держаться, я просто вот на двусторонний этот такой скотч делаю. Ну, держаться, я думаю, будет. Вот. Не знаю, как он тот. Усправленный, неисправленный что-то. И там показывал 22 градуса. И сейчас показываю 22. Вот она мне дала вот этот вот такой вскрытый. Интересно, что будет показывать. Не буду вскрывать. Прямо сейчас поставлю его туда за окно и посмотрю. Может бракованный какой. И главное, она мне вот и дала вот такой вот вскрытый какой-то. Ну, с одной стороны. Ладно. Тот вот у нас хорошо точно показывал. Он давно уже. Развалила. Сейчас и градусники какие-то стали вот температуру измерять. тугие, вообще неправильно показывают. У меня еще градусник с советских времен есть. Вот градусник хороший. Он такой, ну, как бы, ну, как температуру показывает, как обычно. А эти никак не стряхнешь. И точно они показывают неправильно. И это дала мне самый, ну, самый крайний. Может, кто-то тут смотрел его. Или этот. Ну, он, конечно, не влияет. Тут же все закрыто. Ну, вот так вот, жарко, жарко. А то у меня кофта такая плотная. Надо пойти переодеться. Ну, и попробовать повесить за окно вот этот вот термометр. Не буду его оттуда даже вынимать. Так. Вот так вот я поставила. Здесь у меня такой велосипед тоже из фикс прайса. Такой мальчик. А этих я поставила вот сюда. Влюбленную парочку. Это как в счастье. Счастье называется. Фигурка. А это как называется? Вы работаете, а я полежу, да? Посмотрим на температуру воздуха. Вот прошло полчаса. Он с горем пополам снизился до 20 градусов. Но на улице же не 20. Ну, подождем еще. Ну, наверное, правильно показывает. Сейчас градусов 16, наверное, есть. Ну, что, дорогие друзья, посмотрим на термометр. Вот сейчас он показывает 20 градусов. Сначала он показывал 18. Ну, то есть, вроде бы правильно. По интернету тоже у нас было 19, 18. Вот сейчас 20. Ну, я его уже приклеила. Ну, надеюсь, что будет держаться. Вот, у нас уже вечер, но тепло на улице. Хорошо сегодня тепло, тепло. Хоть дождь, но тепло. Кто просил прислать вам дождь, ну, хотелось бы его куда-нибудь уже отправить. Потому что нам уже достаточно пока. Ну, а с вами я прощаюсь, дорогие друзья. Наверное, на сегодня все. Всем пока-пока. Всего хорошего. Пишите, комментируйте. Все, как всегда. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok